Дорогие друзья, здравствуйте! Продолжим наше изучение книги «Бытие». Был небольшой перерыв из-за технических проблем, но мы должны с вами несколько глав еще пройти, потому что другие главы у нас есть, они в плейс-листе есть, потому что мы их с вами вместе, когда собирались, когда была такая возможность, мы их с вами изучали. Итак, глава 16, очень интересная для нас. Ну, все главы, в общем-то, по-своему интересны. Давайте более, наверное, быстро в режиме проходить. Чтобы нам не стало тяжко совсем от обилия материала. Но Сара, жена Авраама, не рождала ему. У нее была служанка, египтянка, именем Агарь. Вот такой сразу переход. Надо вспомнить, на чем же мы с вами остановились в 15 главе. Мы помним, что в 15 главе очень важная глава, когда Господь заключает завет с Авраамом, тот самый завет, который ляжет в основу всего дальнейшего человечества, потому что от Авраама отца веры подлют все верующие. Завет с ним Господом заключен, что я вас размножу, размножу вас, верующих, сделаю, как звезды на небе, если вы будете следовать путем моим. И придерживаться того завета, который мы сейчас с тобой, Авраам, заключили, говорит Господь Бог. Итак, глава 16. Сара не рожала, уже, конечно, они старые, и у нее была служанка по имени Агарь. Много разных комментариев по поводу этого имени, по поводу Агарь. На иврите Агарь, это и переводится как служанка. На арабском хадшар, то есть сама фигура Агарь, очень важна в истории человечества. Она прародительница всего арабского народа, естественно, через своего сына Измаила. Очень много сцен и выписей посвящено тому, как Агарь уходит с Измаилом из дома Авраама. Интересно, что в честь Агарь даже назван астероид, который вы открыли в 1909 году. Это отступление просто о том, сказать, насколько велика фигура Агарь в истории всего дальнейшего человечества. И сказала Сара Авраама, вот Господь заключил чрево моё, чтобы мне не рожать. Войди же, служанки моей, может быть, я буду иметь детей от неё, Авраам, послушаться слов Сары, какой послушный муж, да. Дело в том, что здесь надо кое-что добавить к этой странной для нас, для нашего времени сцены. Во-первых, у нас, конечно, тоже существуют такие примеры. Это суррогатное материнство. Надо дополнить, что служанки, слуги, рабы принадлежали своим господам, они были их собственностью. Поэтому она вполне могла такую вещь сказать, как собственность родит им ребёнка, их собственная служанка. В иудуизме был закон, он написан в Тарии, что если брат твой умер, у него осталось дава, то надо вдове пополнить семя. И такой брат назывался либератным. То есть, если перевести дословно, то жена брата, снятие с неё вот этого проклятия, если она не имеет детей. То есть, нужно продолжать был рот. На чём он основывался? На вере. На большой, огромной вере Всевышнего. То есть, здесь не присутствовало в таком вот либератном браке какие-то элементы влечения к женщине. Это исполнение заповедей. Сейчас либератный брак отменён и в иудаизме, который присутствует в данном нашем времени, потому что человек настолько потерял вот эту вот веру единого Бога, что просто сойтись с женщиной, с женой, вдовой, простите, брата твоего, просто без всякого наслоения, блуда и желания, и вот этих вот чувств не получается у человека уже. Раньше, видите, такое было возможно. Поэтому здесь повеление Сары произвести ребёнка, оно не связано с вожделением служанки. И поэтому Авраам просто послушался просто для того, чтобы размножить семей. И взялся, и взяла Сара, жена Авраама, служанку свою буквально взяла. Это не просто так здесь эти слова написаны. Просто они говорят о том ещё раз, что она была служанка собственностью своих господ. Надо сказать, что слуги, служанки, рабы имели много привилегий. Прописан целый закон, свод правил, как надо было обращаться с людьми, которые были у тебя в рабстве. Причём им давалась свобода через определённый период времени. В юбилейный год, на седьмой год, раб мог освобождаться и получал на следствие ещё свой земельный участок. Они участвовали в всех праздниках, рабы могли участвовать. Ну, были разные рабы, рабы евреи, хотя это было запрещено убрать в рабство второй и на племенники. Раб был случайно изувечен или как-то покалечен, его освобождали и давали ему деньги. Если нечаянно был убит раб, то хозяин отвечал за это, как за убийство. Вот 10 лет они были в земле Хананской, детей не было, и взяла Сара, египтянку свою, служанку, дала её Аврааму при стечении 10 лет пребывания Авраама в земле Хананской и дала её Аврааму, мужу своему, жёны. Вот интересно, Господь сказал, что я тебя размножу, я тебе дам потомство. Но здесь, видите, не дожидаются Авраам с Сарой, когда Господь исполнит своё обещание и начали действовать самостоятельно. Он вошёл к Агарии, и она зачала, увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Господь даёт видеть испытания Саре и, естественно, потом и Аврааму за вот эти моменты, что они поторопились. Но всё, что сделано было, и рождение Измаила, это тоже милость Божия по той причине, что Господь все действия человека направляет в своему исполнению домостроительства своего. во благо любые действия и зло, которое надо бы прийти соблазном, говорит Господь на землю, которое приходит. Но горе тому, через кого оно приходит. То есть все соблазны, все человеческие деяния Господь направляет во благо. Но человек, который погрязает в грехе и зле, конечно, идёт к своей кончине, если он не кается, естественно. Поэтому, когда накапливается огромное количество зла на земле и уже не будет возможности благу превышать вот это зло, то тогда, видимо, как мы можем рассуждать, и наступит конец света, конец этого земного мира. Вот удивительно, да, она её служанка собственности и вдруг начала презирать госпожу, как она забеременеет. Вот женщины во всём, они женщины, а хозяйка не беременная, она беременна, и она умудрилась ещё презирать свою госпожу. И сказала Сара Аврааму, «В обиде моей ты виноват». Вот Авраам, конечно, всегда виноват. «И отдала служанку мою в недр твою, я отдала». А она увидит, что начала, стала презирать меня. Почему она вдруг стала обвинять Аврааму? Господь, пусть будет судьёй между мной и между тобой. Почему? Потому что решила, что, наверное, Авраам не просто исполнил закон Тарый, то есть Тарый ещё, конечно, не был, но законы уже были определённые в этом случае. Продолжение семени, которое будет записано в Тарее, потом данные на Синае, еврейскому народу. Но вот в этот момент она решила, что, видимо, Авраам предложил ещё какие-то усилия, кроме просто продления их рода, семени. Авраам сказал Саре, «Вот служанка твоя и в твоих руках, делай с ней что тебе угодно». И Сара стала пристеснять её, и она убежала от неё. То есть Агария убежала в пустыню. Она беременна, убегает в пустыню, и нашёл её. А Ангел Господень, удивительно, да, нашёл, то есть поискать увидел. Конечно, искать ему, наверное, не приходилось. Это для нас таким образом написано. То есть здесь присоединяется действие Бога, его прямое действие, хотя оно во всём есть, но такое действие, которое видит человек, непосредственно видит в физическом мире. И нашёл её Ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей Ангел Господень, «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идёшь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи мои». Как вы думаете, не знает Господь, откуда пришла служанка и куда идёт? Конечно же знает. Ну почему спрашивает? Это говорит, нам часто, кстати, такие моменты попадаются. Да где ты, Адам, например? Что ты сделал с братом своим, спрашивает Каина. Это для того, чтобы человек отвечал Богу, наводящие, так скажем, вопросы. Ангел Господень сказал ей, «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». Вот таким образом. Есть демонстрательство Божье уже здесь. И на неё, и на Измаила, и на Авраама, и Сару. И сказал ей Ангел Господень, «Умножай, умножу потомство твоё, так что нельзя будет исчезть его от множества». Друзья, видите, Агарь, египтянка, язычница, но Господь тоже ей даёт такое благословение. Потому мы можем сказать, у Бога нет нелюбимых народов и нет нелюбимых людей. Но есть домостроительство, есть воля Божия, есть план Божий на каждого человека, на каждый народ на этой земле. Если народ следует плану воли, которая даёт Господь понять народу и человеку отдельным, то тогда такой народ процветает. И такой человек, конечно, тоже. И говорит о том, что Богу не угодно наше процветание на земле – неправда. Просто важно в том, кому это процветание направлено, для какой цели, и осознаёт ли человек, кто ему всё даёт, в какой степени он это осознаёт. И сказал ей Ангел Господень, Агарь, вот ты беременна и родишь сына, и наречёшь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твоё. Так что изначально имя Измаил, которое приводится с еврита «услышанный Богом», вот интересно, «услышанный Богом». Это изначально еврейское имя. Мы мечтаем, «Ибо услышал Господь страдание твоё. Он будет между людьми, как дикий осёл. Руки его на всех, а руки все на него. Жить будет он перед лицом всех братьев своих». Какие интересные строки. Давайте попытаемся их понять. Надо здесь понимать, что осёл, вообще животное, очень почитаемо было в иудаизме. И не зря же Мессия тоже был явиться и явился в Иерусалим на ослёнки. Потому что осёл, он животное достаточно молчаливое и очень терпеливое. Он может нести большую поклажу, никак не выражаясь его протеста. И здесь тоже надо понимать, что значит руки всех на нём, а руки его на всех. То есть это брат, брат будет. Он так и есть, брат Исаак. И таким образом Измаил, который родится у Агари от Авраама, он как Мерила отношений братьев будет всех между собой, как младший, хотя он старший брат, но по сути он будет не наследником всего учения Авраама, а получит, конечно, долю даров и мудрости. И как мы потом увидим, всего-всего много даст ему Авраам, Господь даст через Авраама. И он действительно населит землю. Очень много мы видим арабских племён, арабов по всей земле. И они есть Мерила нашего отношения с Богом тоже, потому что многое, как говорит, толкование, многое толкование об этом говорят, только о ней каким образом ведёт себя брат его Исаак, таким образом ведёт себя потомство Измаила. Это другая тема, но она очень глубокая и интересная. То есть некая Мерила отношений всех племён, друг с другом, и нарекла Агарь Господа, который говорил с ней с именем, ты Бог, видящий меня, ибо, сказала она, точно я видела, здесь след видящего меня. Мы видим, что имя Измаил – это услышанный Богом, потому такое имя Господь и дал первенцу Авраама и служанке Агарь. Мы помним, что Господь сам себе даёт имена, когда общается с человеком, в зависимости от того, что он этому человеку хочет объяснить, сказать и пояснить свои действия к нему. Здесь же Агарь сама нарекает Господа Бога именем, ты Бог, видящий меня. И таким образом, вот этот источник, у которого была Агарь, называется Беер-Лахай-Руи. Он находится между Кадесом и между Баредом. Вот такое название даёт ему Агарь, Бог, видящий меня. Агарь родила Аврааму сына, и нарёк Авраам имя сыну своему, рождённого в Агаре Измаил. Измаил. Видим, как Авраам общался с Господом Богом. Очень была большая связь, как скажем, большая, ну прямая, можно сказать, связь, потому что Бог назвал первенца Авраама Измаилом, и, естественно, Авраам даёт ему это имя Измаил. Имена были очень важны, они не давались просто так, кому как что придёт в голову. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Вот таким образом начался род Авраама. Потом мы знаем, что Авраам отошлёт Измаила и даст ему дары, вот эти дары Востока, дары мудрости, дары науки и медицины, и так далее. Каждый человек важен для Бога. Каждое племя, каждый народ несёт свою историю, необходимую в домостроительстве человеческом, которое устраивает Господь Бог на земле. Друзья, всё по его воле. Каждый человек очень важен на этой земле. Вот такое заключение мы можем сделать из этой главы. Она, конечно, глубока, на неё очень много разных толкований по каждой строчке, но чтобы мы просто с вами не заблудились, не запутались и смогли хотя бы дойти до конца книги Бытие, мы кратко посмотрели на эту главу, очень кратко и сделали нужные выводы о важности каждого действия на этой земле и человека, особенно когда он действует, естественно, не сам по себе, а с Господом Богом.